Начать хочется с обстановки на полях юга России, как погодные факторы повлияли на состояние озимых. Это основной клим агрария в юга, основная надежда, как они выглядят озимые. С учетом того, что вот такой засухи, как сообщалось недавно, не было на Дану 140 лет. Да, это действительно так. Каждый год нам преподносит определенные сюрпризы. Данный год, 2020 год, преподнес нам два сюрприза. Первый сюрприз был у нас весенний, когда у нас были весенние заморозки. И когда было очень тревожно за ту засуху, которая накладывалась на эти заморозки, или наоборот, заморозки накладывались на засуху. И только прошедшие в мае дожди, в конце апреля, в начале мая дожди, спасли ситуацию. Казалось, можно было выдохнуть, но ничего подобного. Осень оказалась еще более сложной, чем весна, потому что там можно было на что-то надеяться. Но судя по тому, что мы с вами ведем разговор в декабре месяце, пополнение почвенно-грунтовой толщи за счет осенних осадков у нас так и не произошло. Действительно, верхняя толща пополнилась, возможность для всходов у нас появилась, но промачивание у нас где-то до глубины 50-60 сантиметров, не больше. Дальше идет боль, нет сухого, но то, что хорошо, нет сухого горизонта. То есть движение влаги в пределах почвенно-грунтовой толщи есть. Единственное, что влаги это очень мало. Первое наблюдение за влагой мы провели в августе месяце. И следующее в октябре, в августе у нас была довольно не очень хорошая картина, потому что у нас нижний горизонт был практически сухой. В Азовском районе у нас вообще были нулевые показатели по значениям продуктивной влаги. В октябре уже ситуация изменилась. У нас появилась эта влага. Да, 2-3-5 миллиметров в 10-сантиметровом слое. Общее ее количество было небольшое. Это 20 миллиметров, 30. В некоторых случаях где-то до 50 миллиметров. Но это очень низкие значения. Они должны быть хотя бы больше 60-70, ближе к 80 миллиметров. Тогда есть надежда на то, что все-таки почвенно-грунтовая толща пополнится зимними осадками глубже, чем 1 метр. То, что в общем-то нам и нужно. Тогда создаются благоприятные условия для весеннего развития. И те мероприятия, которые мы будем проводить весной, а именно управляя кущением, наращивая биомассу, они будут, мы будем более свободны в этих мероприятиях, потому что у нас есть запас влаги. К сожалению, вот эти надежды пока не оправдываются. И ситуация хуже прошлогодняя, если сравнить с годом? Вот ситуация хуже прошлогодней. И у нас есть определенный, она не только хуже прошлогодней, она даже хуже ситуации, которая сложилась в предыдущие годы. Вот у меня есть данные по количеству осадков с первой декады августа по третью декаду ноября. И что мы видим на этом графике? Мы видим, что 2020 год у нас существенно отличается от предыдущих вот таких хороших урожайных годов по сравнению с 2019 годом на 21%, по сравнению с 2016 годом на 40%. Но если мы посмотрим дальше, ретроспективу, то мы увидим, что 2020 год по количеству осадков за этот период похож на 2012. И просто мы возьмем это на заметку. Какая же ситуация по запасам влаги? Опять же, мы ведем наблюдение на тестовых полях с 2016 года. Поэтому мы можем, отборы идут в августе или в начале сентября, поэтому мы можем иметь определенное представление о том, как меняется обводненность почвенно-грунтовой толщи за этот период. И что же мы видим? В Неклиновском районе четкое снижение по предшественникам гороха, зимой пшеницы, кукуруза. То есть за вот эти пять лет мы все-таки больше брали влаги из почвы, нежели за счет осадков она пополнялась. Это такая же ситуация в Азовском районе. Здесь еще более явно выражена вот эта тенденция иссушения почвенно-грунтовой толщи. Не только по хорошим предшественникам, но и по жестким предшественникам. Такая же ситуация в Целинском районе. Мы, если говорить о районах центральной орошаемой зоны, мы тоже просматриваем эту тенденцию. Наклон кривой может быть разный, но четко просматривается иссушение почвенно-грунтовой толщи именно осеннего за все периоды наблюдения. Удивил нас Ремонтинский район, потому что в этом случае мы увидели немножко другую картину. Да, по озимой пшенице где-то небольшие колебания, но в пределах определенного интервала. А вот по пару у нас тенденция накопления влаги в 2019 и 2020 году. И не только для Ремонтинского района. Такую же тенденцию, но не так явно выраженную, как в Ремонтинском районе, можно увидеть и в Шолоховском районе. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки пар, как предшественник озимой пшеницы, является очень мощным инструментом в севообороте для пополнения влаги. И пополнение влаги именно в восточных, северо-западных и северо-восточных районах Ростовской области. Мы и дальше будем наблюдать за данными параметрами. У нас эта работа будет продолжаться для того, чтобы мы имели более длительный период, который бы действительно нам показал тенденции и дал нам возможность дальше прогнозировать данную ситуацию. То есть на востоке и на севере пар хорошо работает. А на юге просто его не используют пар? Не используют, да. То есть пар сведен к минимуму. На юге пар сведен к минимуму. Поэтому у нас данных нет. Мы брали просто хороший предшественник. Горох в данном случае. Или вот свекла, относительно можно ее назвать хорошим предшественником по сравнению с подсолнечником. Поэтому выбирались вот такие вот поля. Любопытно. Еще один интересный факт, который я бы хотела бы озвучить. Мы начали разговор о том, какие же фазы развития зимой пшеницы вот сейчас в Ростовской области. Эту информацию собирает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. И у меня есть данные на 25 ноября 2020 года. И что интересно в той картинке, которую мы видим на эту дату. У нас довольно высокий процент невзошедших посевов. Где-то 40 или около 40. Это северо-западная, северо-восточная зона. Приближается к этой цифре в центральной зоне. А вот Приазовская зона нас удивляет. До 60% это невзошедшие посевы. В Южной же наоборот. Они составляют всего 10%. В Восток тоже доля этих полей где-то чуть больше 25%. Очень важно обратить внимание на состояние посевов в стадии кущения. У нас довольно высокий процент, около 20% в северо-западной зоне. Приближается где-то к 15% в северо-восточной. Если в центральной орошаемой зоне их вообще нет. Раскустившихся. В Приазовской зоне то же самое. Тут где-то около 1%. В Южной зоне тоже у нас очень мало площадей с раскустившимися посевами. В Восточной зоне они есть, но тоже где-то в пределах 5%. Вот такая пестрота по территории Ростовской области. Если мы говорим о фазе развития 2-3 листа, то для северо-западной зоны это примерно такие же площади, как и кущение. Для северо-восточной чуть-чуть выше, чем площади кущения. Для центральной орошаемой это более 25%. Для Приазовской зоны это очень маленький процент. Но посмотрите, Южная зона. Более 45% в Южной зоне это растения в стадии 2-3 листа. В Восточной зоне, да, они есть, но занимают где-то чуть меньше 15%. И следующая фаза, которая в общем-то тоже должна нас интересовать, это всходы. Для северо-западной зоны всходы где-то более 20%. Северо-восточная на том же уровне. В центральной орошаемой этот процент поднимается выше 40%. В Приазовской зоне тоже где-то в пределах 40%. В Южной зоне тоже очень высокий процент площадей со всходами. И в Восточной зоне он поднимается до 60%. Почему это так важно? Потому что если растения находятся в фазе 2-3-4 листа, это самая уязвимая фаза в тех погодных условиях, которые складываются сейчас. Вот даже всходы имеют преимущество перед фазой 2-3 листа. Учитывая, что у нас сейчас все-таки минусовые температуры и довольно-таки низкие. В пределах минус 12-7 градусов. И естественно посевы вот на стадии 2-3-4 листа, они в этом случае уязвимы больше, чем всходы или чем посевы, которые находятся в стадии кущения. Поэтому мы видим вот такую вот пёструю картинку. И эта картинка, в общем-то, даст нам и пестроту в наших ожиданиях. И в том, что мы получим после того, как или стабилизируются отрицательные температуры, или мы опять будем иметь погодные условия, похожие на предыдущие годы. Я не беру прошлый год, потому что в прошлом году не было понижения температур. А все предыдущие годы у нас с переменным успехом. Понижение температур. Вот теперь вот. Но это давало возможность растениям куститься, набирать силу. И поэтому, когда они приходили к весенней вегетации, то с ними можно было работать. И тогда уже применялись те инструменты, которые давали возможность обеспечить растения элементами питания, защитить растения и таким образом работать на структуру урожая. То есть регулировать этот урожай. В этом году вот такую оценку мы можем сделать только, ну может быть, недели через две. Или после того, как пойдет определенный этап потепления или наоборот стабилизации вот таких вот зимних, холодных условий. Сейчас прогнозировать и говорить, что такой-то процент в хорошем состоянии, в такой удовлетворительном, такой-то в плохом, по крайней мере для Ростовской области еще сложно. А у соседей наших аналогичная пестрота? Ну, мне кажется, что Краснодарский край немножко в другой ситуации. Потому что там и количество осадков было другое, и выпадали они не так неравномерно, как в Ростовской области. Я могу вам показать очень интересную табличку, которая вот есть у меня данные гидромета, нашего гидрометцентра. Это получается, что вторая декада октября и третья декада октября. Обратите внимание, во второй декаде октября у нас восток, южная часть были с осадками, север был без осадков. А что получилось в третьей декаде? Все наоборот. Понимаете? Поэтому вот это вот неравномерно... Да, вроде бы компенсировано, но посмотрите, какие небольшие объемы выпавших осадков. Поэтому вот из-за вот этой вот пестроты у нас и состояние более дифференцировано на наших полях в Ростовской области, чем в Краснодарском крае. А вот со Ставропольским краем, мне кажется, что ситуация у нас похожа. Потому что и та информация, которая у нас была весной по засухе, весенней засухе и по влиянию заморозков на состояние растений, было очень похоже. С тем, что мы наблюдали в Ростовской области в пределах вот Зерноградского, Ягорлыкского, Песченокопского, Сальского района, Ремонтненского, Заветинского района. Поэтому мне кажется, что вот составляем в этом отношении мы ближе, чем с Краснодаром. Ольга Георгиевна, вот понятно, что сейчас окончательные выводы рано делать, но тем не менее, можно уже говорить о том, к чему готовится агрария с возобновлением весенней вегетации, чем подкармливать, когда подкармливать и так далее. Хорошо, но можно я сейчас хочу еще одну информацию вам предоставить. Дело в том, что я не зря на этом графике обратила внимание на 2012 год. Если мы возьмем данные 2012 года, то по сути дела у нас была такая же ситуация в Приазовской зоне. У нас Приазовская зона практически вся уходила в зиму. Вот фотографии именно, ноябрьские фотографии 2012 года. Или это только взошедшие посевы, или вообще черные поля, где даже наклюнувшиеся семена были, но на поверхности растений мы не видели. В Ремонтницком районе это было Рябчик, где-то взошли растения, где нет. В Заветинском то же самое. Так я хочу обратить внимание, что же мы получили потом в 2013 году. Если мы возьмем Приазовскую зону, то мы получили очень хорошие сходы. Равномерные, хорошо раскустившиеся растения. Но здесь, конечно, очень серьезная была работа с минеральными удобрениями, с защитой растений, даже с использованием стимуляторов роста. Для того, чтобы поддержать растения, использовались микроэлементы. То есть, но это в данном хозяйстве, на самом же деле, Приазовская зона, она показала себя в этой ситуации более выигрышно, чем Восток. Потому что на Востоке здесь растения выровнялись все, они были одинаковые. А на Востоке вот эта разница в развитии растений, она сохранилась до уборки. То есть, те, которые были раскустившиеся с осени, они в развитии опережали те, которые начали густиться уже в весенний период. И, к сожалению, вот эта вот неоднородность, она не была нивелирована теми мероприятиями, которые проводились. То есть, о чем я хочу, на что хочу заострить внимание, что вот эта ситуация с тем, что у нас не так есть площади, где нет сходов, на данный момент она сейчас нас не должна беспокоить. Потому что все будет зависеть от зимнего периода. И, возможно, так же, как и в 2012 году, пережив зимний период, растения выйдут из зимовки. И при правильной организации агрохимических мероприятий, уходных работ, мы можем получить достойный урожай на этих полях. С чего нужно будет начинать? Обязательно ранневесенняя подкормка именно померзла талой почвой. Я знаю, есть много противников этого мероприятия. Но это тогда, когда мы получили хорошо раскустившиеся посевы с побегами, там, 4, 5, 6, с хорошей корневой системой, и где нам не нужно стимулировать эти посевы к ущению. Дальше мы просто должны эти посевы перевести на другую фазу, на фазу формирования продуктивного стебля. А вот посевы, которые в стадии шильца, которые в стадии 2-3 листьев, 4 листьев, они потребуют стимулирования к ущению. И чем раньше мы это начнем, тем шире у нас механизм регулирования этих процессов. В данном случае запас аммиачной селитры на одну подкормку должен быть обязательно. Да, может сложиться так, особенно вот в северных районах, в восточных районах, что могут не поймать мерзла талую. То есть вот такую ситуацию. Но тогда у нас идет следующий этап, это подсыхающие. Но обязательно дробность подкормок, может быть мы даже будем делать по подсыхающей и сразу же по кущению. Форма удобрений может быть на последующие подкормки, может быть разная. А вот на первую ранневесеннюю подкормку это обязательно аммиачная селитра. Я уже во многих выступлениях делала упор на это, потому что в аммиачной селитре у нас нитратный азот, который сразу же используется в растении. Да, мы говорим, что аммонийный азот, он лучше поглощается растением, но не нужно забывать, что у нас карбонатные почвы. Что аммоний, который попадает в почву, он сразу же закрепляется почвой. И поэтому его нет в почвенном растворе. А нитратная форма, она остается в почвенном растворе. Поэтому когда еще не работают микроорганизмы, когда еще слабая активность корневой системы и нет интенсивного выделения корневых выделений, в этом случае, конечно, нужно растению преподнести этот азот прямо на блюдечке. Говорить о том, что могут быть какие-то потери азота в данных условиях, это не совсем справедливо, потому что аммиачная селитра растворяется в капле воды. Если азот растворился и он находится в растворенной форме, он уже не улетучится. Аммонийная форма закрепится почвой, нитратная останется в растворе и будет доступна растению. Поэтому я всех призываю обязательно запас на одну подкормку в дозе 30 кг на гектар в действующем веществе обязательно иметь. Дальше нам весна покажет, что мы будем делать с этой дозой. Мы ее откорректируем, мы ее уменьшим или увеличим. Все будет зависеть от того, в каком состоянии выйдут растения из зимы, какие погодные условия будут складываться, это будет какая-то длинная холодная весна или это будет резкое наступление положительных температур. В каждом из этих конкретных случаев у нас будут уже конкретные рекомендации весеннего периода. Но запас азота для подкормок как минимум 4-х, это нужно будет иметь, учитывая то, что большая часть полей у нас или всходы, или нет всходов, или 2-3 листа. Раскустившихся у нас очень мало, и это только север. Значит, объем азотных удобрений нам понадобится существенной. Дозы уточним уже весной. Ольга Юрьевна, а вот правомерен ли такой вопрос, что предшественник зимы пшеницы, это, как правило, яровые культуры для большинства хозяйств? Ну, или бары, или яровые культуры. А поскольку яровые в этом году, ну, слабый урожай дали, и те, кто кормил по хорошей норме, можно ли предположить, что эти почвы перекормлены, и, может быть, надо как-то осторожно с азивой пшеницей последующей быть? Может быть, надо сэкономить на этом? Я хочу сказать, было бы здорово, если бы у нас почвы были перекормлены. Но агрохимическая служба ведет мониторинг с 65-го года, и, по крайней мере, по фосфору у нас, к сожалению, почвы недокормлены. У нас 20% пашни имеет содержание фосфора 16 мг на килограмм. Это низкое и ниже, и очень низкое содержание. И мы говорим об агроистощении по фосфору. Оптимальное значение – это около 30 мг на килограмм. Такие поля есть, конечно. И как раз-таки эти поля и внушают надежду на то, что на них можно вытянуть урожай. Даже по азоту мы тоже не можем говорить о том, что почва перекормлена, и почва имеет достаточные запасы азота, а растение может быть перекормлено. Нет. К сожалению, азот – это довольно динамичный элемент. Он определяется многими факторами. И, по сути дела, накормить азотом впрок тоже довольно сложно. Потому что все будет зависеть от погодных условий. Ну, хорошо, у нас есть определенный запас азота. У нас предстоит холодная весна. Этот весь, если мы будем считать, у нас достаточно этого азота, и не поможем растению, и не добавим азот в те фазы, в которые необходимы для растения. Даже при том количестве азота, которое в почве, он не будет использован в растении тогда, когда ему нужно. Например, конец кучения, начало выхода в трубку. Почва холодная. Да, есть влага, но почва холодная. Поэтому вам нужно дать, и что дать? Аммиачную селитру. Понимаете? В другом случае, если у вас хорошие температуры, у вас, ну, достаточно влаги, пожалуйста, вы можете использовать и сульфат аммония. Потому что аммонийная форма будет трансформироваться в нитратную, работает микроорганизм. Вы можете использовать и мочевину, но обязательно заделать. Мочевина обязательно должна быть заделана. Вы можете использовать касс. И используя его в концентрированном виде. Если у вас еще как бы открытая почва, вы можете ее внести в почву. Тут много вариантов использования азотных форм удобрений. Но самое главное, когда эти варианты перебираются, нужно четко представлять механизмы. А как работает та или иная форма удобрений? А в каком случае вот эта форма будет более эффективна, чем другая? Вот очень много литературы по этому поводу. Единственное, что я бы хотела предостеречь, все-таки пользуясь интернетом, использовать информацию, которая представлена в статьях. Иногда на форумах, к сожалению, высказывается собственное мнение, но не всегда оно достаточно компетентно. И поэтому, да, эту информацию нужно воспринимать, но ее нужно объективно оценивать с точки зрения своих знаний или с точки зрения той информации, которая есть в учебниках, в научных статьях. Всегда вот этот вот контроль вести. И тогда и будут пополняться собственные знания, и будет вырабатываться собственный опыт. И не просто опыт, вот я сделал, я урожай получил, вот это мне единственный критерий. Нет. Дело в том, что вы должны воспризвести это в следующий раз и получить этот же урожай. Вот тогда это опыт, знание, и это как раз-таки наработанная технология. Я к этому и призываю. Да. Ольга Юрьевна, а вот, может быть, вы бы предостерегли от каких-то типичных ошибок аграриев, в том числе исходя из опыта нынешней зимы, прошедшей зимы, вернее, прошедшей зимы, прошедшей весны, поскольку тенденция к уменьшению осадков, она продолжается, а в прошлом году тоже была засушливая осень, что не так, может быть, делают, исходя из ваших наблюдений, фермеры, руководители хозяйства, агрономы? Ну, первое, о чем я хотела бы сказать, это не нужно использовать сульфат аммония в померзлой талой почве. Это бесполезное занятие, потому что, во-первых, аммонийная форма азота, во-вторых, даже если вы хотите пополнить запас серы, не нужно серу разбрасывать по поверхности, она так там и останется. Хотя есть данные о том, что сера хорошо мигрирует по профилю почвы, но это в более легких почвах по гранометрическому составу. У нас почвы очень тяжелые, и особенно юг, приазовская зона, центральная зона, восток, в этом случае однозначно не нужно использовать сульфат аммония для ранневесенней подкормки подмерзлой талой почвы. А вот дальше, когда идет нарастание температур, можно использовать сульфат аммония, но, опять же, не для пополнения серы, а именно для того, чтобы отрегулировать азотное питание. А с серой нужно работать осенью. И тот же сульфат аммония лучше заделать с осени, потому что для того, чтобы распределить эту серу, по крайней мере, в корнеобитаемом условии, чтобы она не осталась у вас там в 3-4 сантиметрах. Вот я призываю к этому, потому что сейчас очень много информации, что вот нам нужно пополнить серу, вот мы ее должны сейчас, по вегетации этой культуры, восполнить этот пробел. Нет, это системная работа. И она начинается с заделки пожневных остатков с сульфатом аммонии. Она начинается с посева с сульфа-мофосом. Она начинается с внесения сульфата аммония именно в осенний период, в ноябре, в декабре. Еще один момент, который связан с ошибками или опыта прошлого года, когда мы на ранее весенних совещаниях говорили, не нужно кормить хорошо раскустившиеся посевы. У нас были посевы, где было по 6-7 побегов. Но почему-то вот шаблон, шаблон, он был сильнее. Раз пришла весна, значит, надо покормить. И что получилось потом? Там, где влаги было недостаточно, я не говорю, что это везде проявилось, но там, где была, влаги было недостаточно в метровой толще, растение просто сбросило эти побеги. И мы ужасались. Вот у нас посевы были такие зеленые, хорошо, хорошо смотрелись, а потом раз, и они стали хуже. А те посевы, которые у нас были в не очень хорошем состоянии и начали свое развитие с весны, они дали и выше урожай, и они перегнали эти посевы. Да потому что мы, к сожалению, ну, как бы, немножко поступаем шаблонно. Ведь наши подкормки, они нацелены на регулирование структуры урожая. Мы помогаем развивать растению те элементы структуры урожая, которые нам нужны. Если весной у вас шесть побегов, вам не нужны другие побеги, значит, вам не нужна вот эта вот первая, ранняя азотная подкормка. Я не могла некоторое время понять, почему такие, значит, разногласия. И вот иногда мне говорили, вот, Краснодарский край не кормит. Да, он не кормит, потому что у них посевы в хорошем, раскустившемся состоянии, и их не надо кормить. Потому что в дальнейшем это провоцирует еще больше кущение, и вы потом не вытянете это все, чтобы заложить везде колос, чтобы был продуктивный побег. То есть это еще больше необходимо затрат, усилий, грамотности. Вот. Не всегда это совпадает. И действительно, да, для этих посевов не нужна эта ранняя весенняя подкормка. Нужно подождать, посмотреть развитие, когда появятся уже новые листья, и уже по новым листьям работать. И тогда вы уже работаете на продуктивный стебель. Вот. Поэтому вот, а в этом году к этим вот моментам добавилось и отсутствие влаги. И, естественно, растение сбрасывало побеги для того, чтобы все-таки дать продуктивный стебель, дать урожай, сохранить себя. И в этом году тоже на это нужно будет обращать внимание, потому что я вот показала, что почвенно-грунтовая толща в осенний период, она уже имеет остаточные явления прошлых лет, когда не хватало влаги на то, чтобы насытить почву, или, по крайней мере, за вегетационный период растения использовали больше влаги, чем в предыдущие года, там, 5, 6, 10 лет назад. И это уже последствия изменения климата, и мы должны к этому подстраиваться. Да. Ольга Григорьевна, много споров по поводу того, когда начинать подкормку, и часто в том числе и прошедшую зиму в феврале уже этим занимались. Вот это серьезная ошибка? Нет. Это зависит от того, какие сложились условия на каждом поле. Не всегда нужно следовать общей схеме, я уже об этом говорила, что вот наступил февраль или не наступил март, нужно обязательно выехать в поле и разбросать азотное удобрение. Когда я говорю о мерзлоталой почве, это особенные условия. Это когда в ранние утренние часы у вас почва замерзает, а к 12 часов часам у вас должно все растаять. То есть вы внесли гранулы удобрений, они легли на корку, взошло солнце, корка растаяла и они растворились. Вот что такое мерзлоталая почва. Если вы попадаете вот в эти условия, если вы сможете провести подкорку на всей площади в таких условиях, то вы будете в выигрыше. Но это не всегда так. И технически это не всегда возможно провести это все на всей площади. И очень часто где-то можно поймать мерзлоталую. Например, на Востоке очень сложно поймать мерзлоталую почву. Очень сложно. Быстрый переход. Да, очень быстрый. потом логистически отработать вот это все. Не у всех есть такая возможность. Понимаете? Есть сейчас машины с шинами низкого давления, туманы, разбрасыватели. можно использовать их. То есть инструменты, которыми можно пользоваться. Но опять же, их нужно подбирать, заблаговременно об этом думать. Я всегда говорю, это по сути дела создание системы внесения удобрений. Вот мы сейчас, у нас очень мало тех хозяйств, в которых действительно система. Мы привыкли к тому, что мы исходим из того, что у нас есть. Но, наверное, вот сейчас наступает тот этап, когда нам нужно исходить не из того, что у нас есть, а из того, что мы хотим. И поэтому мы должны все это планировать. Ведь система внесения минеральных удобрений, система питания растений, она начинается не с закупки минеральных удобрений, она начинается с техники, она начинается с складских помещений, она начинается с логистики, она даже начинается с тех, с сева. Вы должны посеять поле так, чтобы ваши технические возможности дали вам возможность прийти на каждое поле в ту фазу, когда это необходимо. Но раньше это было сложно, потому что техническая оснащенность была не такой. Может быть, для некоторых сельхозпроизводителей это и сейчас очень сложно, но большая часть уже может приступить к такой работе и должны приступить к такой работе. И вот тогда мы говорим о создании системы питания растений, а не просто внесения удобрения, как сейчас. И тогда мы выходим на уровень управления урожаем, несмотря ни на какие погодные условия. Да, они снизят урожай, но они его не уничтожат или снизят на меньший процент, нежели если мы не будем иметь эту систему. это истины, которые изложены во многих учебниках, и не надо говорить, что это как бы прошлый век. Нет системность в работе и научная грамотность это тот тренд, который никогда не уйдет и которому нужно следовать. Ну, а возвращаясь к срокам, то есть возможно и февраль мерзлотавая все зависит от того, что дальше. Если дальше идет потепление и если все-таки недели через две мы уже увидим переход через температуру плюс 5 градусов, это самый идеальный вариант. Потому что и корневая система растений может работать даже при минус 2 градусов. и когда мы говорим что у нас же мерзло промерзание ну на севере может быть 50 сантиметров а также 20 сантиметров 40 сантиметров но корни-то если раскустились растения они-то уходят до полутора метров первичные корни а там нет такой температуры они живут они растут понимаете вот у нас какой-то шаблон что это вот мы представляем растения как какой-то механизм такой вот как машина как какой-то прибор да ничего подобного мы даже возможностей растений не знаем а адаптационные возможности безграничны растения приспосабливаются вот и сейчас почему у нас пустые поля влага вроде бы пришла но у нас нет нужной суммы температур поэтому они пустые можно ли сейчас предположить каковы будут масштабы пересева если пересевать то чем пересевать весной вот ваши рекомендации да ну насчет пересева это наверное все-таки к земледелам не к агрохимикам но просто выскажу свое мнение как вот человека который как бы имеет определенную информацию значит сейчас именно вот на сегодняшнюю дату на 11 декабря говорить о том сколько у нас будет пересева или сколько может быть что нам нужно я думаю что еще рано нам нужно вот сейчас посмотреть что произойдет после вот этих вот морозов и как дальше будут складываться зимние условия если они будут благоприятны то тогда наверное каких-то огромных масштабов пересева у нас не будет и мы это выясним может быть даже на следующей неделе потому что у нас сейчас едут агрохимики на тестовые поля и мы ставим им задачу оценки состояния и растений и не взошедших семян и тогда мы будем понимать те которые семена не взошли они живые они присневеют или они лежат в сухой почве но в сухой почве они уже не могут лежать потому что у нас были и низкие температуры и у нас все равно подтягивается влага из ниже лежащих горизонтов я говорила что уже нет сухого горизонта еще в октябре его не стало поэтому движение влаги есть другой вопрос в каком количестве она движется вот поэтому после вот этой оценки я призываю всех сельхозтоваропроизводителей вот в эту зиму просто не уходить с поля нужно все время отслеживать состояние не только те которые взошли но те которые не взошли потому что ситуация может меняться не знаю может быть даже через неделю нужно обязательно брать монолиты нужно обязательно приносить в тепло и смотреть что происходит потому что в поле не всегда можно понять а живое это растение или не живое потому что в поле мы это увидим потом когда уже потом в спешке будем принимать решение и где-то искать дополнительные семена для пересева или какие-то дополнительные объемы минеральных удобрений вот поэтому вот этот вот по сути дело еженедельный мониторинг сейчас будет необходим и на вы видели какая пестрота по всей Ростовской области поэтому на каждом поле будет своя ситуация эту ситуацию будет оценивать агроном по ну вот у меня такая рекомендация на данный момент не торопиться сейчас не подать в панику но вести мониторинг и по результатам этого мониторинга уже принимать решение скорее всего это будет где-то середина января середина января прояснится середина января должно быть а вот какие культуры поскольку это уже и нарушение севооборота да да к сожалению да ну вот смотрите что все будет зависеть от того что нам даст март-апрель какой будет март-апрель вот если март-апрель у нас будет с относительно такими щадящими температурами это 15 18 градусов то в этом случае культуры яровые культуры это горох это яровой ячмень они могут как бы заменить озимую пшеницу не полностью но все-таки урожай какой-то мы получим по поводу пропашных культур сказать очень сложно если тут дефицит влаги которую мы сейчас видим в почвенно-грунтовой толще у нас сохранится то наверное мы получим такую же ситуацию с подсолнечником как и в этом году я понимаю что некоторые с таким с иронией относятся к этому диагностическому мероприятию но в этом году он к сожалению сработал потому что при когда мы начинаем сев подсолнечника мы четко должны понимать какой запас влаги в почвенно-грунтовой толще если он меньше 160 миллиметров все-таки это рискованно да есть определенные приемы это подбор сорта это как бы дифференциация сроков сева это все можно но это риск и этот год нам это показал вот поэтому по поводу пропашных это довольно сложно если какие-то другие культуры просто например сорга тут все будет зависеть от конъюнктуры рынка от востребованности этих семян пока к сожалению особой потребности в этих культурах нет поэтому и сельхозтоваропроизводитель тоже будет ориентироваться на это но с другой стороны мне кажется что все-таки в дальнейшем учитывая вот такой вот сложность ситуации с погодными климатическими условиями государство должно взять на себя определенные функции именно государство должно поддержать сельхозтоваропроизводителей в выборе той культуры которая может дать урожай но не является востребованной то есть здесь очень серьезная работа должна быть и агрономов и менеджеров и экономистов то есть вот мое мнение пока мы плыли по течению вот как складывается так и складывается и нам позволяли и погодные условия потихонечку мы накапливали ресурсную базу материально-техническую базу и нам казалось что вот все так и будет было бы здорово если бы так и было но тут вмешивается другой фактор изменение климата и нам теперь нужно менять нашу и стратегию и тактику и мне кажется что роль государства здесь первостепенная и в плане постановки задачи для научно-исследовательских институтов и в плане вот помощи сельхозтоваропроизводителей я не говорю просто раздать деньги нет я говорю что с помощью вот управленческих механизмов найти вот ту золотую середину которая бы и обеспечила доходность и в то же время как бы не превратила сельхозтоваропроизводителей в нахлебников или ждущих определенных подачек такого тоже никто не хочет даже они сами по-моему ну то есть скажем заинтересовать в производстве тех же бобовых да стоп и почва от этого получила пользу вы знаете мы уже много говорим о развитии животноводства очень много говорим ведь это драйвер это драйвер который может решить очень многие проблемы Ольга Юрьевна ну вот по может быть я не знаю это может быть и не ваша сфера но тем не менее в последние годы яровые разочаровывают крестьян и охлаждение к этим культурам вот может быть вы бы подсказали какие культуры в условиях дефицита влаги могут выручить агрария ну вот все-таки яровые если яровые те культуры раннего срока сева потому что все-таки есть влага после зимы все равно будет влага поэтому в зависимости и опять же смотрим как идет наступление вегетации смотрим какая весна и принимаем решение потому что при благоприятных условиях когда у нас идет постепенное нарастание температуры у нас есть влага в этом случае ранние яровые культуры это горох это ячмень это те культуры которые нас выручат потому что ну и опять же мы смотрим на то какой запас влаги внизу вот мониторинг влаги основное что нужно сейчас принять на вооружение всем это не так сложно это сушильный шкаф это бур это бюксы и может каждый сельхозтоваропроизводитель организовать вот такую маленькую лабораторию но он уже будет не слепой не просто а мне кажется а одинаково конечно органолептически можно определить влагу можно по определенным признакам в зависимости от того что у вас пылит мажет руку или у вас уже капельки какие-то образуются на ладошке это есть эти органолептические показатели но это в том случае если ее много а если она на пределе вы органолептически ее не увидите просто не почувствуете и здесь обязательно нужно определение влаги ясно Ольга Гавринна спасибо за интересные рекомендации